Я разработчик компании Bitrix24 по направлению сайтов. Сегодня я вам хочу рассказать про сайты с позиции разработчика. Что-то вспомним, о чем-то поговорим по новой. Кто-то услышит старое, кто-то вспомнит, кто-то услышит все новое. Ну, давайте начнем. Немножко вернемся назад, с чего все начиналось. Основная идея, которая была заложена в продукт, это максимально все упростить. То есть упростить как для пользователей магазинов, пользователей в плане контентчиков, менеджеров, редакторов, так и для разработчиков. То есть идея такого монструозного продукта, который нам знакома по Bitrix, по BUS, то, что все это остается под капотом, мы наверх выносим только самое необходимое. Грубо говоря, какие-то куча всяких опций, настроечек, галочек, списочков и прочего. Все это 95% прячется под капот. Настраивать даем только самое необходимое. Эта идея была заложена в продукт и впоследствии она же идеализировалась и в позиции разработки. То есть чтобы создать сайт для разработчика нужно очень мало. Я надеюсь, у нас получилось, но мы сейчас подробно про это пробежимся. Немножко экскурс опять же в историю техническую, чтобы тот, кто слышит первый раз, немножко понимал, о чем речь. А тот, кто забыл, вспомнил. Что такое сайты, страницы и как это вообще все работает. Я надеюсь, все вы уже познакомились, пощупали сайты 24, что это такое. Это обычные странички в ее понимании, как это выглядит. Это просто куча блочков, поставленных друг на друга. То есть там шапка сайта, меню сайта, контент сайта. Если у него есть сайдбар, то сайдбар также состоит из блочков. Там баннер, грубо говоря, форма авторизации, поиска. Там все это завершается подвалом. То есть как бы там в верстке это внутри не выглядело, это все равно можно предположить, что это кубики стоят друг на другом. Мы их назвали блоками и каждая страница состоит из таких глочков. Если layout страницы подразумевает, что у нее есть шапка подвал, сайдбар, то каждая из частей layout это также маленькая страничка. То есть идеологически все просто. Страница собирается из блоков, страницы группируются в сайты, сайты группируются в домены. Ну и еще есть всякие технические нюансы, типа там системных страниц, каких-то связующих шаблонов. И по сути все. Ну и чуть позже вы увидите, что блок помимо своей html в сущности может нести еще динамику. Но пока что вернемся в прошлый век и представим, что у нас все, что есть, это дизайн и в будущем его верстка. То есть это никак мы не умеем с этим динамически работать, просто есть какой-то контент, где, например, описано о вашей компании какие-то промо-материалы. Итак, большинство из вас сюда пришло, чтобы понять, как вообще начать технически создавать сайты. То есть какое техзадание ставить верстальщику, возможно, какое техзадание ставить дизайнеру, потому что вы все привыкли работать, скорее всего, с Bittrex, с Boost, где что было. Был дизайн, потом была какая-то верстка, потом начиналась кастомизация компонент стандартных, например, список новостей, нужно было скопировать шаблон, поменять в нем верстку, создать какие-то недостающие компоненты, там также поменять верстку, все это запаковать, расположить по правильным местам, и все как-то так вот это работало. В идеологии сайтов 24 все немножко по-другому, а точнее все хотелось сделать проще. То есть представим, что у нас есть какой-то готовый дизайн, то есть нам его нарисовали, возможно, по какому-то нашему техзаданию, и сейчас наша задача его превратить, собственно, в сайты 24. Повторю, сейчас речь не о динамике, именно представим, что это какой-то промо-страниц, никакого динамических элементов, ничего пока нет. Ну, на самом деле все просто. Во главе всего стоит Bootstrap. Четвертая, последняя версия, но не самая последняя, может, одна из самых последних. То есть если есть дизайн, вы говорите верстальщику, он у вас профессиональный, что нужно сверстать по технологии Bootstrap, он вас поймет, он все это сделает, и проблема у него не возникнет, как и у вас или у вашего разработчика при внедрении этой верстки, собственно, в сайты 24. Более того, скорее всего, для большинства вот этих простых страничек понятие разработчика может уже уйти. То есть вы можете сказать верстальщику, что сверстал блок, поместил его в это место, сверстал такой блок, поместил в то место. Многие из вас, возможно, смогут даже автоматизировать этот процесс. Грубо говоря, там сверстал какой-то облачок, систему там его скушала, разместила, и появился блок где-то там. Но это мы сейчас позже еще увидим, как это все работает. Либо если вы не разработчик, или просто хотите сами попробовать как клиент, то можно найти кучу облачков у нашего поставщика. Что за поставщик? Это независимая компания-разработчика, у которой мы приобрели права на использование собственно тех шаблонов, которые вы видите. Они базируются на подстрапе и просто представляют более красочные варианты. То есть, грубо говоря, несколько там видов новостей, несколько видов там блока контактов и так далее. Там реально их очень много. Позже к нему еще вернемся. Такие вот у вас есть варианты. Либо заказать верстку, либо там втыкать какие-то облачки самим. Но идем дальше. В технической части, что, собственно, представляет из себя блок, блочок. Пока что непонятно, куда это все сохранять. Мы просто пробегаемся, так сказать, идем от верстки к технике. Итак, есть верстка, начинаем ее делить на блоки. Либо это делает верстальщик, либо это делает разработчик. Либо там, не знаю, вы сами. Итак, создаем, просто пока что создаем файл блок PHP. Рядом могут лежать старые знакомые нам script.js и style.css. Как вы видите, это простой HTML, объединенный в какую-то секцию. То есть, грубо говоря, сверху и снизу у него такие же блочки. Это то, про что я вам говорил. Из этого и будет создаваться страница. Чтобы система сайта 24 понимала, что это вообще перед ней такое, как с этим работать, то ей нужен такой манифест. В простейшем случае может быть только верхняя секция, вот блок с ключом name. То есть, грубо говоря, простейший блок, который редактор никак не может править. Например, блок с вашим копирайтом, который вставляется, например, в подвал страницы. Ну и помимо копирайта еще несет какую-то важную, например, информацию, чтобы клиент как бы и не мог его удалить, потому что не будет, например, колл-трекинга. И не мог его исправить. Например, поменять логотип. Это давняя мечта всех, наверное, партнеров-интеграторов, чтобы клиент не мог, например, как-то зайти и изменить копирайт. Вот. Теперь это делается таким образом. Если вы не даете никакого права на редактирование контента в этом блоке, то и конечный клиент, пользователь, редактор не сможет это сделать. Далее еще идет ряд ключей, которые мы сейчас рассмотрим. Ну и в описании рядом с заголовком можно еще указывать секции, в которых лежит блок, например, обложки, карты и так далее. Подробно это все есть в документации. Я, так сказать, поверхность рассматриваю, потому что детально вы сможете только уже в процессе работы понять это и принять. Итак, одна из первых секций в манифесте – это так называемые карточки. Что такое карточки? Повторюсь, мы пока что еще, так сказать, в разрезе простейшего HTML, то есть еще пока динамики нет. Если рассматривать простейший HTML-блок с позиции карточек, что такое карточка? Это, например, список сотрудников или там блок кнопок соцсетей, то есть сам блок кнопок соцсетей называется блок, а каждая кнопочка внутри этого блока – это карточка. То есть это повторяемый контент в рамках одного блока. Также новости. Если, опять же, убрать динамику, там четыре новости одна под другой, то каждая из новостей – это тоже карточка. То есть если соответствующим образом разметить в манифесте карточку, это все, что по сути требуется, то редактор в контенте увидит такие кнопочки, клонирование карточки, сортировки карточки, удаление карточки. То есть он с этим сможет работать. Повторюсь, тут мы пока ничего не говорим, что можно редактировать внутри карточки, поэтому я даже там внутри нее ничего не указывал на кадре циферки 1 и 2. То есть мы просто говорим, что данный блок можно тасовать, сортировать, копировать и так далее. Идем дальше. Сложные карточки тоже поверхностно упомянул. Что такое сложные карточки? Мы представим блок контактов, где каждая позиция контакта – это либо имейл, либо телефон, либо улица, номер дома. Если в случае имейла и телефона – это ссылка, потому что там текст ссылки – это либо телефон, либо имейл. А значение ссылки якорь – это, собственно, либо сам имейл, либо возможность позвонить по телефону, вызов программы. Это тоже ссылка. В случае адреса – это может быть, конечно, ссылка на карту, но представим, что это просто адрес, там нет ссылки. То есть карточки внешне для обычного посетителя – это как бы внешне одно и то же, но внутри у них просто немножечко отличается от Саверского. Для этого были придуманы еще так называемые сложные карточки, когда они размечаются несколько иначе, чтобы не засорять экраны слишком подробной информацией. Я это опущу, это все объяснено подробно в документации. Внешне пользователь будет, ну, редактор будет видеть таким образом, например, добавить контакт со ссылкой – это как раз то, что либо имейл, либо телефон, либо контакт с текстом. Это, например, просто улица и номер дома. Так, едем дальше. Изменяемые области. Изменяемые области блока – это именно контент. То есть заголовок, текст, там что-то еще. Ну, не знаю, в случае новостей это может быть повторяемый заголовок, текст, заголовок, текст, тогда это вот эти селекторы описывают, которые чувствуются внутри карточки. Ну, то есть комбинируется подход. Вы просто отдельно показываете, что является карточками, а отдельно по простым селекторам показываете, что можно менять. То есть, грубо говоря, если даже на экране landing block not title, заголовок – это, собственно, точка, ну, это класс. То есть, если их в блоке несколько, они как-то повторяются, то каждый из этих элементов в рамках данного блока можно будет редактировать как текст. То есть, разметка довольно проста. У каждой изменяемой ноды можно указать один из типов текста. Это либо ссылка, либо просто текст, либо картинка, либо иконка. Ну, иконка – это фонтовые шрифты, всем нам известный, Ascend шрифт, например, и ряд других. Визуально контентчик сможет выбирать одну из иконок. И буквально в этом релизе добавилось два новых типа. Это карта и так называемый embed. Ну, карта – это понятно, это, например, гугловая карта. Причем пока только Google поддерживается embed. Это, например, видео, пост фейсбука, видео фейсбука. Ну, визуально это довольно просто. То есть, клиент, контентчик просто копирует ссылку, и на сайте у вас отображается, например, пост с фейсбука, или там видео с фейсбука. То есть, внутри система работает сама. Почему типов так мало? Ну, потому что мы, на самом деле, даже… Я даже для презентации не смог придумать какой-то абстрактный тип, который бы потребовалось создать. Хотя технически вы имеете такую возможность. То есть, тип ноды подразумевает, скорее, не внутреннее отличие, а взаимодействие контентчика с этой нодой в процессе редактирования. Например, нельзя карту превратить в виде ссылки, или в виде иконки, в виде картинки, потому что это ничто из этого. Хотя, например, картинка – это может быть как и тег-имидж, так и, например, тег-див с бэкграундом. То есть, главное тут процесс взаимодействия. От этого зависит, нужно ли создавать новый тип. Так, об этом все. Едем дальше. Помимо изменяемого контента в блоке, есть еще так называемые стилизируемые области, которые можно стилизовать. Ну, например, раскрасить там блока компании в разные цвета. Заголовок в красный, сам текст в синий, фон там в желтый. Это вы все можете как давать такую возможность, так и не давать такую возможность. Ну, например, опять же, возвращаясь к блоку копирайта, вы можете запретить, ну, разрешить менять все, но, например, не давать изменять название вашего копирайта. То есть, чтобы и ни текст нельзя было менять, ни как его закрашивать. Это все достигается как раз через разметку стилей. Тут аналогично все так же. Ну, на самом деле, как вы уже поняли, манифест весь опирается на, собственно, селекторы. Причем селекторы именно с позиции классов. То есть, какие-то указания по идентификатору не то, что недопустимы, но скорее не рекомендуется, потому что если в рамках одного блока разметка уникальна, то в рамках страницы идентификатор уже уникальным не будет, если два блока повторяются. Тут все то же самое указывается. Название, ноды, которую можно стилизовать, например, заголовок и ее тип. Тут тип именно абстрактный указан. Ну, например, тип тайпа подразумевает, что это работа с типографией. То есть, размер можно будет менять визуально, интерельяж, разрядку, что-то еще тень, например, добавить. Но у текста нельзя менять бэкграунд. Ну, мы так решили, что бэкграунд нельзя менять у текста. И такой возможности интерфейсно нет. Ну, например, есть еще такой тип, как бокс. Это там диф, у которого можно менять фон, отступы, внутренний, внешний и так далее. У него нельзя, например, менять тень. Хотя как бы с позиции верстки можно делать то же самое и того, и другого. Есть еще кнопка, у которой, например, можно скруглять края. Ну, то есть, мы сделали тип абстрактным, чтобы скорее группировать такие наиболее частые кейсы, изменения с позиций, скорее bootstrap, что ли, даже не технические. То есть, как бы, чтобы не сваливать на вот этого контентщика массу всяких таких нюансов, типа там размер шрифта и так далее. Ну, и, кстати, напомню, пока мы от стиля еще не отошли, отдельного слайда нет, но мы не оперируем именно атрибутом style. То есть, изменяя размер шрифта, мы в style, например, ничего не пишем. Мы просто меняем класс. То есть, в класс селектора добавляем дополнительный класс при изменении шрифта, например, с десятки на двенадцатый. Мы добавляем, например, какой-нибудь pt-12. То есть, система bootstrap будет понимать, что для данного селектора, для данной ноды нужно установить двенадцатый шрифт. Это там в отдельном стиле прописано. Атрибуты тоже вскользь замечу. Атрибуты – это хранители информации. Ну, например, координаты карты. Какая-то разметка может быть базироваться на атрибутах. Например, пять карточек и среднюю нужно выделить другим стилем. То это можно, например, прибегнуть к атрибутам, но чаще всего она применяется для хранения информации. Интерфейс на это выглядит как на скриншоте выше, а внутри разметка довольно проста тоже. Она отличается от типов. Их достаточно много. Там и чекбоксы, и списки, и ползунки, и так далее. Все подробно описано также в документации. Так, еще раз закрепим разметку, как у нас все происходит. Например, тут как раз показан слайд, как можно у вендора найти интересующий вас новый блок и как-то его упаковать, чтобы распространять среди ваших клиентов либо пользоваться вам самим. Ссылки на сайт поставщика будут в конце еще. Тут просто показано, как можно выбрать, например, какой-то понравившийся блок. Новостной блок у нас в поставке нет, есть просто ряд других. Если он вам понравился, вы можете его взять, разметить соответствующим образом, и все это будет работать. Копируем его код и вставляем в тот самый блок PHP. И дополнительно размечаем. Регистрируем блок. Мы сейчас узнаем, как это в коробке делать, по старинке, в облаке. Для всех можно делать через соответствующие методы. Переходим более детально в коробку. Уже именно… Сейчас объясню, чем отличается коробка от облака. Но прежде чем перейти к описанию, как это все работает в коробке, точнее, что вы там можете дополнительно делать, я напомню, что в облаке все-таки круче. То есть как минимум в коробке у вас меньше и уже круг сбыта. Это, собственно, только пользователи Bittrex управления сайтом и никого больше. То есть это как более такие разные рынки. То есть если облачные, это клиенты, даже те, которые знать не знают, что такое Bittrex, они могут даже знать не знают, что такое сайт. То есть у них была CRM, и вот появились сайты не так давно, они начали им пользоваться. Это ваши клиенты, это так называемые микрокомпании, микробизнес. И вы с этими ребятами, со всеми можете работать, подружиться и зарабатывать, предоставляя им соответствующие блоки, решения и так далее. Ну как, кстати, предоставлять решения, мы об этом еще поговорим. Но давайте вернемся, перейдем в коробку. И как, то есть до этого мы что говорили? Вот есть блок, есть манифест, таким-то образом регистрируйте, как-то внутри это все хранится. Сейчас вы хотите узнать, как хранится это, собственно, под капотом внутри самого Bittrex. Это, по сути, младшие братья или даже, я не знаю, старшие братья компонентов, которые по соседству с ними и лежат. То есть вообще, когда блоки были изначально задуманы, рассматривалась идея, давайте просто плодить компоненты. Ну, будет папка компонента, будет его шаблон, но потом поняли, что это просто захламление, по сути, старых добрых компонентов. Потому что под каждый чих, под каждый блок плодить папку – это не изгод, и мы просто получим кучу мусора. Поэтому было решено создать примерно то же самое аналогичное. Ну, как вы уже поняли, есть блок PHP, есть там description, есть style script, и все это лежит полностью аналогично компонентам, просто лежит в другой папке. Внутри идут namespace, системный Bittrex, либо вы можете создавать свои namespace, это просто папка, внутри которых лежат ваши блоки. Но отличие от компонент, если вы про них знаете, что в случае компонент, лежащие по разным namespace одинаково названные папки компонент будут являться разными компонентами. В случае блоков это не так, и сделано это специально. Тут идет принцип гаджетов, который также в Bittrex есть. Ниже лежащий по физической структуре перетрет, выше стоящий. То есть, грубо говоря, если в папке Bittrex есть блок с названием news, а вы в своем namespace, там, my company заводите такой же news, то ваш news перетрет системный. Ну, в категории блоков системный уже не будет появляться. Это сделано специально, чтобы вы могли переопределять какие-то блоки. И на данный момент тоже сделано специально. Блоки Bittrex, хоть и присутствуют в поставке, то есть, если вы зайдете в Bittrex.blogs.bittrex, то увидите там кучу всяких блоков. Это скорее сделано для ознакомительных целей, потому что на самом деле система работает не с ними. Она затягивает с облака актуальной репозитории, который доступен только на платных лицензиях. То есть, лицензия закончилась, блоки, к сожалению, получить уже нельзя будет. Ну, и после того, как мы собрали блок, вы уже поняли, что нужно в свою папочку собрать блок PHP, description, какие-то стили и сбросить кэш. Это просто не стоит забывать, что система попросту не увидит ваш новый блок, пока вы не сбросите тот самый кэш. Собственно, зачем мы перешли к коробку? Чтобы получить возможность одинамичить его. То есть, что такое динамический блок? Ну, например, в одном из простейших примеров это корзина. То есть, блок корзина, у которого даже может не быть разметки. У него просто есть там название, он лежит где-то в своем репозитории. И, например, клиент может бросить этот блок на свою страницу, у него на странице будет страница корзины. То есть, добавить дополнительные какие-то блоки и получить свое видение корзины. Вот так вот это все выглядит, но контентчик никак не сможет влиять на параметры вызова этого компонента. То есть, вот есть корзина, ее никак не изменить. Ну и, по сути, если вспомните начало презентации, было заявлено, что цель сделать максимально простой продукт как для разработчика, чтобы они его создавали, так и для контентчиков. То есть, если в корзине ничего не надо настраивать, хотя вы по бусу помните, что там есть куча всяких параметров, то и настраивать этого не надо, лезть туда не надо. То есть, вот вы, идея в чем? Вы создали сайт, отдали его клиенту и поняли, что вот его бизнес работает таким образом. То есть, у него нет определенных доставок. Ну, например, это простой магазин, там микробизнес какой-то там, булочный. То есть, не нужны доставки, почта России, курьером и так далее. То есть, например, только самовылаз. Вы настраиваете так, что этот магазин работает только по самовылазу, и контентчику, в принципе, не нужны никакие опции, которые связаны с настройкой, служба ставок, система оплаты и прочего. В случае корзины не нужны вообще никакие настройки, например. Но что, если, например, есть компонент, список новостей, и мы также не хотим ничего там додавать, настраивать, а просто хотим только одно, например, поле, ну, в данном случае три показаны для примера, ну, например, только количество страниц, то достигается это следующим образом. В манифесте данного блока, то есть вы размещаете в разметке блока, вот этот блок PHP, размещаете компонент новостей, например, и рядом в манифесте, в секции notes, указываете, что, мол, данный компонент, который лежит внутри этого блока, это битрикс каталог элемент, он имеет тип компонента, это еще один тип, который, так скажем, псевдотип, у него нет отражения в какой-то своей такой HTML сущности, он скорее такой псевдотип, но указывается по принципу разметки, то есть так, как будто это какая-то нода. У него добавляется ключик extra, где мы просто перечисляем, что какие-то поля можно изменять, причем эти поля должны присутствовать явно в файле параметров этого компонента. То есть у компонента еще так называемые системные параметры, которые никак не описаны в описании компонентов. То есть он их принимает безусловно. То есть если при вызове компоненты подан на вход этот компонент и внутри какая-то логика этот параметр, и внутри логика его использует, он его будет использовать. Тут жестко. Если блок видит, что параметр вроде бы здесь указан, Да, ему менять элемент ID можно, но внутри параметры в компоненте не описаны, он его просто будет игнорировать. И еще одно из важных замечаний, что если тут поля не описаны, то и редактировать их контентчик не сможет. То есть он просто даже не сможет обойти это ограничение, система за этим следит в плане безопасности. Интерфейс это будет выглядеть следующим образом. Те параметры, которые вы указали при разметке именно блока, будут вынесены на настройки блока в сайтах 24. И конкретный контентчик сможет уже изменять, никак не влияя на другие. То есть идея в том, что идея именно в простоте. То есть вы не даете блок в список элементов информационного блока, потому что большинство клиентов просто не поймет, что за информационный блок, что это вы вообще такое не даете. Тут идея как раз перехода к атомарности, к простоте. То есть у вас должен быть блок именно список новостей, где вы как-то системно зашили, откуда брать новости, например, с определенного инфоблока. И все, на что может влиять конкретный контентчик, это, грубо говоря, количество элементов на странице, сортировку и все. То есть залог в простоте. Это небольшой сюрприз. Что за инлайн редактирование? Дело было где-то в 2007 году. Я тогда как партнер, тогда еще с Зиной разговаривали, рулила партнерскими связями. Спросил, слушай, когда будет такая фишка, что ты зашел в карточку товара, в карточку новости, кликнул, например, на текст, и его можно тут же поменять. Не заходить ни в админку, тогда, по-моему, даже Эрмитажа не было еще. То есть, чтобы поменять текст новости, нужно было топать в админку, искать эту новость, менять там текст. И ладно еще текст, а если там, например, какое-то свойство поменять, то, в общем, хотелось инлайн редактирование. Мы у него спрашивали, когда это все будет. Она говорила, скоро. Но вот скоро пришлось сделать самому. Причем мы не выпустили это штатно. Мы дали пока что вам эту возможность, потому что выпустить штатно – это довольно много работы, много кейсов, и мы над этим будем еще думать. Но так как это у нас технологический поток, то мы вам такую возможность даем. Как это выглядит? Это идея, которая, собственно, вам сейчас рассказал, что если есть новость, то хотелось бы ее тут же редактировать, потому что как-то глупо. Блок с новостями бросил, но чтобы их изменять, вам нужно объяснить контентчику, что, мол, иди туда-то, там ты его меняй. Она просто вас не поймет. То есть хотелось бы примерно что-то так. Вот вы бросили блок с новостями. Это уже не HTML, это уже динамика. То есть эти новости реально выводятся. Это реальный скриншот с реального, собственно, блока, внутри которого компонент новостей. То есть хотелось бы тут изменить при обновлении странички, чтобы все это осталось. Причем, когда мы выпустили уже в коробке все это, пишет партнер в support, мол, что за ерунда. Я разметил блок, визуально все редактируется, а обновляю страницу, все теряется. Но мы начали разбираться, смотреть. Оказывается, он как бы интуитивно уже понял, что так делать можно и удивился, что на самом деле тогда так делать было нельзя. То есть он зашел в блок, разметил, что по таким-то селекторам текст можно менять, интерфейс. Для интерфейса же нет разницы, что перед ним динамика отдает этот список, или там HTML просто это выплевывается. То есть он видит готовый HTML у себя в браузере, интерфейс видит разметку, что, мол, данная нода, она носит тип текста, ее можно менять и дает менять. Но внутри система не понимает этого. Она видит внутри своего блока компонент, и данная нода просто не находит. И, собственно, поэтому сохранение не происходило. То есть мы же не можем что-то изменить, потому что этого в нашем HTML нет. Как это сделать? Ну, во-первых, вам нужно в шаблоне, в данном случае списка новостей, пометить определенным образом. Обратите внимание, это, собственно, на класс, в данном случае это news text, и некий такой магический data ID, где мы просто указываем ID-шник новость. Естественно, там совершенно другие могут быть классы, совершенно другой набор data атрибутов. Но в данном случае наша цель, когда прилетает запрос клиента на сервер, что, мол, идет изменение такой-то ноды, нам нужно это еще связать с чем-то на бэкэнде. То есть понять, что вот, ну, как минимум на бэкэнде мы не знаем, о какой новости сейчас идет речь, а вдруг они там рандомом выводятся. И вот в данный конкретный запрос мы должны понимать на сервере, что именно редактирует пользователь. А в ноде, в ключе nodes, мы должны пометить еще пару моментов. Это новый тайп какой-то появляется магический, сейчас я про это объясню. И ключ extend, который указывает, что, мол, данные атрибуты, которые выводятся в конечном HTML, ты мне возвращай назад. Ну, то есть вы понимаете идею, да? То есть в шаблоне это зашито, в HTML это выведется, и система их, видя это в разметке, вернет их вам назад неизменным. То есть сама система, именно клиентская часть, не понимает, о чем речь. Ну, какие-то даты-атрибуты, что-то, айдишники, она их даже не может менять, она их никуда не выводит, она их просто возвращает как есть. Мол, вот этот чувак по данному селектору изменил там заголовок, и у него такие-то даты-атрибуты. А ты уже с этим что-то делай. Ну, отлично, разметили, на сервер это прилетело, но система с этим все равно еще не умеет работать, потому что какой-то новый тип. Так как мы добавляем новый тип, его нужно определенным образом зарегистрировать. Тут много текста, но на самом деле ключевые строчки, помечены маркером. Это регистрация на события onGetNotClass. Ну, то есть система, когда видит, разбирает манифест и видит новый тип, если она его не находит среди своих, она пытается прослушать висящие обработчики. Если такое находит, она регистрирует этот класс, этот тип у себя. И, как видите, мы связываем с данным типом текст-компонент определенный класс. Что это за класс? Все такие классы, которые мы регистрируем, они должны наследоваться от абстрактного класса нот. Ну и, соответственно, обязательно иметь три этих метода. Но это в том случае, если вы хотите создать полноценный класс, чтобы был какой-то, например, новый тип видео. Вы какую-то хотите логику свою внести, как-то иначе сохранять, как-то иначе отдавать. Тут мы пока это затрагивать не будем, как минимум, пока это не требуется. Просто для данного кейса, чтобы изменять динамические новости в онлайновом стиле, нам нужно отнаследоваться от данного класса, но нужен нам всего лишь один метод. Поэтому мы пойдем хитрее, мы отнаследуемся от имеющегося класса системного у лендингов. Это класс текст, который в свою очередь наследуется от того класса, и как-то они работают. Вы сможете, собственно, зайти в исходники, посмотреть, что там внутри. Там довольно все просто. Три метода. Один из методов говорит, какой JS-класс уже на стороне клиента, отвечает за всю логику. Пойди в этот JS-класс и посмотреть, как там все выглядит. На примере, например, типа Icon, там вообще все просто. Вы сможете, как разработчик, без труда разобраться. Более детально в рамках этой презентации я освещать это не буду. Но если что, потом отдельным блажком, если кому-то интересно. Ну давайте так, вы предлагаете идею типа, идею, какого типа вы хотите разработать, и зачем вам это надо. Если это реально, как бы вы предложите, то я вам дам более такие конкретные кейсы в рамках поста. Что, собственно, за SafeNode, что он делает? Этот метод должен быть у каждого класса, у каждого типа ноды. В данном случае, так как мы хотим, мы никуда не можем этот HTML прилетающий сохранять, мы сохраняем его динамически. То есть тут все просто. Подключается старый добрый модуль инфоблоков, принимается тот самый data ID, который прилетел, отдала система, и мы понимаем, что по данному селектору надо… Что такое POST, кстати? Это если у вас, например, три новости, 0, 1, 2, то в случае редактирования новости посерединке POST будет равен единице. То есть вы должны в данном случае понимать, что может лететь несколько. И все. И мы сохраняем уже не куда-то там в какой-то абстрактный HTML, а в конкретный элемент, что, мол, изменяется у него. Ну в данном случае мы понимаем, что по данному селектору может выводиться только превью текст. Меняем превью текст, все сохраняется, цель достигнута. Вот примерно как-то так работает онлайн редактирование. Естественно, аналогичным образом можно менять картинки, ссылки. Ну ссылки тут надо осторожно менять, потому что если вы разметите класс на ссылку на детальную новость, то непонятно, куда сохранять измененную ссылку пользователям. То есть тут надо еще думать. Поэтому я говорю, это такая фишка экспериментальная, чисто чтобы вам пощупать, потрогать, какие-то фидбэк нам дать. Но мы хотим это вести штатно, чуть попозже. Ну на самом деле много запросов было еще по API. Мол, где документация, как со всем этим жить, как вызвать страницы, как вызвать их блоки, как их менять. Ну слушая этот фидбэк, я собственно не понимал, зачем вам все это надо. Ну то есть вот вы создали блок, далее. То есть вы можете создавать компоненты. Новые, либо переделывать старые, либо использовать штатные битрикса. Вставлять их в блок, давать разметку. Но вы сейчас знаете, как это делать. И все, по сути, система работает. Не хватает какой-то динамики внутри блока, пожалуйста, создавайте новый компонент, поставляйте его в блоки, и все будет работать. Но если вы вдруг все-таки хотите понять, как это все внутри работает, я сейчас дам парочку примеров, более подробно, все-таки в документации. С лендингами, ну лендинг в понятиях модуля лендинг, это именно страница. То есть, ну так исторически сложилось, такая катавасия. Тут, конечно, правильно было его назвать пейдж, но так как мы начинали с простейших страниц, посадочных, то это было лендинг. Подключаем модуль, устанавливаем режим вывода черновик. Что такое черновик? У каждого лендинга есть два набора блоков. Я, собственно, кстати, вам освещаю основные идеи, которые вам помогут с пониманием API. Остальное уже чисто, либо там автоподстановка, либо там документация, либо чистый код, исходный код. Устанавливаем вывод черновик, потому что у каждой страницы есть набор блоков как черновой вариант, так и опубликованный. Идея в том, что пользователь редактирует контентчик, жмет кнопку публиковать, блоки меняются местами, но черновики всегда на готове нового изменения. И идея в том, что менять можно только черновые блоки. То есть вы захотели внести изменения, идеологически правильно получать именно черновые блоки, что-то менять и опубликовывать. Почему? Потому что вы, например, изменили опубликованный блок, например, поменяли там, не знаю, заголовок. И в этот момент редактор заходит, у него в черновике это старый еще вариант. Причем он изменил какое-то другое место, другой блок, но ваша работа будет перетерт. Создаем инстанс страницы, убеждаемся, что она существует. И для примера выводим превьюшку и полный адрес, ну то есть ссылка начиная с htp, заканчивая там адресом страницы. Ну и метод view, он выплевывает все блоки, страницы, которые есть прям сразу в браузе. Предполагаю, что эта работа ведется на вывод. Работа с блоками примерно аналогичная, но чуть сложнее. То есть тут идея в том же, что создаем инстанс страницы, получаем список ее блоков, в данном случае будут черновые блоки, и бежим по ним, находим нам нужный. В данном случае вызывается метод cloneCard, просто для примера, который по данному селектору, там в селекторе точка пропущена, ну вы догадаетесь, говорит, что по данному селектору найди карточку и на позиции 3 ее склонируй. То есть тут нет работы именно с какой-то магией. Каждый метод, что блока, что страницы, он повторяет действия пользователя. То есть у лендинга есть, например, метод publication, delete и так далее. То есть какой-то такой магии, которая недоступна обычному пользователю, нет. То есть любые действия, которые можно делать интерфейсно, находят свое отражение и в методах. Это пришло с REST скорее, потому что идеология REST, что можно давать в пользование разработчику только то, что умеет пользователь. Так, три важных момента. Если вы выполняете операции по селектору, в данном случае происходило клонирование карточки, если вы выполняете вот эту операцию, то этот класс, лендинг блок карт, обязательно должен присутствовать в манифесте, иначе система его проигнорирует и ничего не сделает. Это сделано специально, чтобы разработчик не мог ошибиться, например, в селекторе и изменить не то, что он хотел. Можно, конечно, работать напрямую с HTML, вам никто не запрещает, так как это в коробке дело происходит, вызвать блок, чуть ли не по айдичнику, и через URM поменять у него, например, контент абсолютно другой. Ну, ради бога, если вам так приятно работать, отходя от идеологии, можете делать так. Но за результаты работы уже система не отвечает. Редактирование в контексте сайта. Что это значит? Если вы уже, как пользователи, пощупали сайты 24, то вы знаете, что они работают в рамках каждого сайта, то есть если у вас несколько сайтов на бусе, только в определенной папке. Например, slash.lp, или если это отдельный сайт на бусе, то от корня. Как это все сделать? Объяснено отдельно, тут это затрагивать не будем. Но были уже многие запросы, что, мол, я хочу по адресу about вывести лендинг страницу в составе моего сайта. К сожалению, это сделать затруднительно по ряду причин, но опять же на правах эксперимента мы даем вам эту фишку, чтобы вы могли это пощупать и получить какой-то фидбэк. Чтобы мы могли от вас получить какой-то фидбэк. То есть что нужно сделать? Нужно установить в настройках модуль. Эти обновления вы получите в ближайшее время. Выводить кнопку создания страниц в панели администратора. И тогда, если у вас есть соответствующие права, в старой доброй панельке появится новая кнопочка страница сайта 24. Тогда, если вы находитесь, например, в разделе вашего сайта, boost, например, about тот самый, то при нажатии на эту кнопку произойдет перенаправление в административную часть, где вы выберете уже шаблон. По какому шаблону создать эту страницу? Страничка создастся физически в данном разделе. И вы сможете ее редактировать в составе конструктора. Выглядит это так. Это, повторюсь, опять же, реальный скриншот. То есть тут, да, тут мы вне контекста сайта. То есть нет шапки, нет подвала, нет ничего. Просто конкретный блог бросили, например, список туров. Почему мы не можем отразить такой же конструктор в составе сайта? Чтобы была ваша шапка, ваш подвал, ваш сайдбар. Потому что очень многое, сам конструктор, очень тесно работает с bootstrap. То есть даже когда нужны какие-то новые фишки именно в самом конструкторе, мы опираемся именно на bootstrap и при необходимости даже обновляем его. То есть, например, чтобы была самая последняя версия, чтобы было с этим удобно работать. Поэтому если мы здесь покажем ваши шапки подвалы, то есть пострадает либо конструктор от ваших стилей, либо стили вашего сайта просто расползутся, потому что они не дружат с bootstrap либо идет конфликт. Но в любом случае, вот даже взял для примера старый добрый шаблон буса. Выглядит это так. То есть мы отредактировали, добавили блок в нашем конструкторе, опубликовали, нас перекинуло на физическую страничку и вывело наш блок. То есть опять же, когда уже страничка размещена, то эта кнопочка, при нажатии на эту кнопочку будет происходить переход в ее редактирование. То есть система видит, если на данной странице есть уже лендинг пейдж, произойдет переход к ее редактированию. То есть пока на правах эксперимента вот дана такая возможность вам пощупать. Естественно, в своем шаблоне вы должны будете внести ряд каких-то изменений, добавить определенные классы. Великая вероятность, что у вас все поползет в вашем шаблоне. То есть вы должны быть готовы к этому. Какие изменения нужно внести? Они такие технического плана. То есть там определенные метки расставить, классы добавить, тот же bootstrap банально, вызов некоторых расширений модуля. Это все отдельно уже в рамках документации рассмотрено будет. Это я просто упоминаю, что такая возможность у вас уже есть. Но опять же на правах эксперимента. То есть мы не ждем от вас фидбэка, что мол у меня ничего не работает. То есть какой-то диалог все равно от вас нужен будет. Так, что собственно по магазинам? Все ждут, что это такое. На самом деле я вас огорчу. Все, что хотелось о магазинах, я вам рассказал. То есть идея в чем? Как создать свой магазин на сайтах 24 и распространять его другим клиентам, либо какому-то конкретному клиенту. Но вы как разработчик создали сайт и хотите его передать. Например, упаковать определенное решение, доступное только данному клиенту. Идея в том, что вы выбираете интересующий вас шаблон среди уже имеющихся. Например, мы выпустили уже несколько магазинов многостраничных, где есть там список товаров, детальные товары, корзина, оформление. Дорабатывайте его, расширяйте новыми страницами, блоками, вносите какие-то изменения, новые разметки, новые стилевые отображения. Ну то есть меняете магазин так, как вы бы хотели его выглядеть, как бы вы хотели, чтобы он выглядел в рамках текущего техзадания. Например, меняйте дизайн или что-то еще. Не забывайте настроить системные страницы, методы, методы про это сейчас чуть ниже еще скажу, настройка ЧПУ. На самом деле тоже спрашивали про ЧПУ, как работает ЧПУ в сайтах. Она пока там сделана на зачаточном уровне. То есть, грубо говоря, идея в том, что есть папка, причем папка это та же самая страница, у нее просто галка стоит, что она является папкой. Грубо говоря, чтобы далеко не ходить, слэш каталог слэш. Мы говорим, что это папка, что она обладает определенным ЧПУ-правилом. Потом система, когда принимает на вход этот адрес, она видит, что слэш каталог слэш и что-то там еще идет. Она сначала пытается найти вот это, что-то там еще идет, как отдельную страницу. Например, слэш каталог слэш сейл. Это отдельная страница. И если она есть, она ее отдает. Если этой страницы нет, она смотрит на правила конкретно данной страницы слэш каталог. В данном правиле указана, ну, например, какая-то маска. Там обычная маска регулярного выражения. Например, там item звездочка. То есть она видит, что под маску подходит, например, слэш каталог слэш item 1, 2, 3. Значит, подходит, значит, мы отдаем на исполнение вот этой, собственно, страничке каталог. Внутри каталог происходит, никакой магии не происходит, там просто лежит компонент, который вызывается с определенными параметрами. Ну, в данном случае там item 1, 2, 3. 1, 2, 3 она по данному правилу, так как эта страница обладает, в ней заложено конкретно ЧПУ правило, она вычленяет оттуда вот этот 1, 2, 3 и передает на исполнение внутреннему компоненту. И все, в этом вся магия. Что за системные страницы? Опять же, в угоду упрощения вернемся опять же в буст, как это происходило там раньше. Создаем магазин, бросаем тут компонент списка товаров, там компонент корзины, идем в компонент списка товаров, указываем, где у нас корзина, в корзине указываем, где список товаров, а если еще оформление есть, то там указываем, где у нас корзина находится. И вот так вот бегаем, тут настроим, там настроим, адрес сменился, опять пробегаемся, меняем и не ровен час что-то забываем и потом 404 потерянной продажи и так далее. В сайтах 24 идея была заложена другая, что есть так называемые системные страницы, которые могут существовать только в единственном экземпляре в рамках сайта. Ну то есть у вас не может в рамках одного сайта быть две страницы корзины, две страницы оформления или оплаты. Ну в данном случае еще страница сравнения тоже должна быть уникальна. То есть что это значит? Вы говорите, что мол, данная страничка является страничкой корзины и все. Как-то сохранили ее отдельно, методы про это описаны. И сайт, любая страница сайта в любой момент понимает, что мол, что мол, например, при домовлении в корзину нужно перейти в саму корзину. тогда в рамках конкретной страницы мы можем узнать, если к сайту привязана система страничка, то мы к ней переходим. Причем она может уже поменять адрес, поменяться вообще. Поменять другой адрес, мы привязываемся к ней по идичнику, и система всегда знает, где эта страничка находится. Так, про это скольз тоже упомянул, более детально. Это все в документации. как, собственно, создали вы сайт, настроили, как, собственно, его передать клиентам, выставить на продажу. Вот тут я вас огорчу. Пока что распространение шаблонов происходит только через REST. Это вызов REST метода, который говорит, что мол, экспорт не мне, сайт с айтишником 326. Тут ряд параметров есть довольно простых, говорящих, что за название, что за описание у него. Это именно название, описание сайта. Какие у него есть превьюшки, чтобы это отображалось в списке. В списке шаблонов. Сейчас еще на скриншоте это будет понятнее. И на выход система отдает определенный джессончик. Этот джессончик, это не просто HTML всех страниц, в сумме, грубо говоря, в массиве. Это именно инструкции другому методу, что нужно сделать, чтобы клиент при выполнении данного джессона, при выполнении метода с данным джессоном получил то, что вы видите. Например, создать определенные страницы, так-то их связать, указать, что данная страница является корзиной. Потом на каждую страницу разместить блок. Блок изменить соответствующим образом. Все вот это в данной инструкции содержится. То есть фишка в том, что вам ничего абсолютно не нужно делать. Вам просто нужно сначала настроить сайт и вызвать этот метод. получить этот джессон и дальше его отдать на распространение. Сейчас дальше поясню, как это делается. Стоит понимать, что если у вас есть какие-то уникальные блоки, которые вы создали для данного сайта, либо там компоненты, которые внутри блоков для данного сайта, то вы должны отдельно их уже поставить при распространении. То есть, например, идея в том, что если у вас сайт распространяется с блоками, вы должны отдельно поставлять эти блоки и при установке приложения эти блоки все установить. Это все вы, как разработчик, должны контролировать. Ну, естественно, если вы никакие новые блоки не используете, просто берете наши штатные или, например, просто изменили лендинг немного и распространяете его, то вам ничего делать больше не надо абсолютно. Немножко еще шаг в сторону. Отвлекусь. Скажу, в чем идея собственно вот этой простоты. Идея простоты в том, что малыши, компания малыши не умеют смотреть абстрактно, как привыкли мы. То есть, вот у нас есть инфоблок, не знаю, просто инфоблок. Мы можем этот инфоблок превратить в новости, можем превратить в вакансии, можем превратить вообще в товары. По сути, то же самое касается и сайтов. Вот есть сайт, ну, лендинг, например, лендинг пейдж, например, спа-салона, почему бы не сделать из него, например, сайт фитнес-центра. По сути, как бы одно и то же, стиль немного поменять, там, раскрасить, изменить текста и все. К сожалению, клиенты так не умеют мыслить абстрактно, они заходят в сайты 24, видят, что там нет их, например, сайта мастерской, конкретно для примера, он здесь специально сделал, и они уходят, потому что, мол, не могу создать сайт, потому что у меня нет сайта в том мастерской, хотя теоретически он мог там создать, жмакнуть совершенно любой сайт, изменить заголовки, фотки там, девушек поменять на фотки автомобиля, и все бы работало. Но, к сожалению, они так, они так не думают, ну, не умеют думать, и у них просто свой круг забот, и поэтому они так абстрактно не мыслят. И цель ваша, как разработчиков, захватить этих малышей, создавая, плодя, копируя, копипастя даже вот эти сайты, превращая под конкретные именно серверы, сервисы, срезы рынка, либо даже конкретные какие-то распродажи и прочее. Именно отдельные, очень точечные лендинги. Если вы хотите сделать многостраничный, то все равно принцип тот же самый. Используешь, я вот, при установке приложения. То есть, еще раз, мы JSON-чик упаковали у себя, положили там в папку модуля, грубо говоря, там вызвали данный метод, скормили ему JSON. Произошла регистрация в списке шаблонов и не в списке сайтов. Сайт не создался. В списке шаблонов появится ваш сайт. Причем тот принцип, кто последний, тот и сверху. То есть, если клиент будет добавлять еще новые и новые шаблоны, они будут добавляться все сверху, сверху, сверху. Как только приложение удалится, например, пользователю ему не понравилось, это еще старый интерфейс. Тут идея будет в том, что если шаблон является шаблоном приложения, которое не системное, то будет возможность прямо тут его удалить. Ну, установил клиентскую сначала, потом пощупал, решил удалить. Ну, отсюда также его можно будет удалить, удалиться приложение. Это именно, повторюсь, распространяется пока только через рез, и скорее всего, пока в планах даже на гус, с этого нет. Тут есть как и минусы, что, мол, вам неудобно, придется какой-то рез изучать, так и плюсы. Зарегистрируя раз, то есть даже работая на бусе, не знаю, товарищ, у вас только в зале или нет, зарегистрировав раз и загрузив раз в вашем партнерском разделе, этот сайт увидят не только в бусе, но и в сайтах 24, именно в битрикс 24. То есть, это огромный плюс, я считаю. И не стоит даже на коробку пока смотреть. Собственно полезные ссылки, QR-код, чтобы не ждать каких-то там отдельных публикаций. Это рез документация, которая максимально полная, она всегда была полная, и на данный момент там есть даже методы по новому функционалу, который еще только-только раскатывается, не на всех порталах еще доступен. И группа по последним новостям с разработки модуля. для нее только требуется регистрация, это именно портал разработчиков. То есть, приглашают присоединиться. Что насчет документации по, собственно, коробке? То, о чем я сейчас говорил, на которую ссылался. Ее ждите где-то в начале следующей недели, публикация будет уже в нашей документации, и пост о ней напишу в этом, в этой группе, чтобы уже конкретные ссылки вы знали, где ее найти. Коллегам до сих пор маленькой, но сплоченной команды, где каждый понимает, чем он занимается и что нужно сделать. Иногда даже доходит до того, что каждый в своей стороне что-то копошится и потом создает. Мол, даже доходит до того, почему вы мне ничего не сказали, это же нужно отразить в документации. А вы уже на основании этого выпустили функционал. Ну, на самом деле, это здорово. У меня все. Спасибо, Антон. У нас еще 5 минут, может, есть какие-то вопросы? Есть вопросы. Коллеги, вот если, да, вот я сейчас подойду. Есть вопросы с приложения. Когда в коробке появится управление robots.txt и сайтмап? Подозреваю, вопрос про как раз твои сайты. Робот.txt. На самом деле, он специально был убран из коробки, точнее, скрыт даже. То есть, в коде посмотрите, там именно стоит проверка, что если это не облако, то мы запрещаем, ну, не даем его изменять, потому что непонятно, на самом деле, как с этим быть. Ну, представьте ситуацию. Вот у вас есть сайт, реальный, боевой, ну, пусть магазин, который переносит вам деньги. Вы поставили какой-то там сайт, какой-то модуль, сайты 24, зашли и балуетесь. Открыли там, изменили, смотрите, о, можно robots.txt поменять. Ну, естественно, вы даже как разработчик подумаете, что это в контексте этого сайта. То есть, это где-то в базе данных сохраняется и как-то там выводится. Ну, реально можно так заглупить и это сделать. И вы просто берете и меняете реальный боевой робот с сайта, да, и этот робот сотражается на весь сайт, на ваш магазин. Например, не знаю, дизалову поставили, и все, сайт выпал с поиска. Поэтому это опасно и пока нет, непонятно, как это решить на уровне коробки. Ну, и мы надеялись, что это никто не заметит просто. Но раз про это есть вопросы, скорее всего, будем что-то думать. Окей, а права когда добавишь? Права, честно, хотел к этому, собственно, к этому, как это называется, партнерка, к этой партнерке. Но, к сожалению, есть еще CRM, есть еще то другое, что мы обещали. К сожалению, нужно было переключиться. Права ждите, ждите, ждите в октябре, где-то, сентябрь, октябрь. На самом деле, просто права такая штука, что нельзя выпустить что-то полусырое, потому что лучше никаких прав, чем то, что работает с косяками и есть риск напороться на какую-то безопасность. Окей, давайте еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Александр, спасибо за презентацию. Вопрос по стандартным компонентам. Я так понимаю, не все стандартные компоненты поддерживают работу в блоках, потому что там нужно прокизывать сайт ID, то есть новости не будут работать. А вот буквально, буквально с недели, неделю-две назад, что ли, это было по фикшн уже, версии даже 18.4.33, по-моему, то есть если вы установите, то это уже будет работать. Там они уже дружат, уже понимают. И еще, по настройкам через блоки параметров компонентов. Понял, понял. Там не работало, тоже не проверял последние изменения. Дополнительный параметр, свойства. У вас как-то было в видео показано, что работало, что можно выбирать свойства. Дополнительный параметр, это что? Когда мы выбираем инфоблок, к примеру, в настройках сайта и открываем редактирование компонентов. Сейчас можно редактировать параметры, как вы описали, в манифесте, текстовые, а вот выпадающий список, там, хочу какие-то свойства отображать в карточке. Они не подтягиваются, потому что не прокидываются аякс внутри компонента. Ну, понял, о чем речь. Ну, вот какая ситуация на данный момент, пока не могу сказать. Нужно посмотреть, чтобы не обмануть. То есть, если какое-то тикет обращения есть, то это обязательно как-то решится, ответится, а если тикета нет, то просто создайте, чтобы это не потерялось. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо, Антон, за такую работу. У меня такой более общий вопрос по поводу ЧПУ. Я так понял, что вы внедрили еще свою ЧПУ. Будет ли какое-то единое ЧПУ, которое не повязано на URL или Райдс и как-то более адекватно по управлению? Естественно, в планах есть сделать что-то более такое умное, профессиональное. Но тут два момента. Во-первых, непонятно, какие кейсы использования, зачем это вообще может потребоваться. Во-вторых, но пока что для того функционала, который мы предоставляем, это именно магазины в простейшем представлении, простейшем на данный момент, что есть. Этого хватало. Но, естественно, это пока что стало узким местом. Это нужно как-то расширять, менять технически. Естественно, будет работа поэтому проводиться. Пока это вот такое базовое только сделано. Скорее такое костыль его назовем, что ли. Чтобы это просто работало. Спасибо. Еще вопросы есть? Вот здесь, смотри, интересный вопрос в приложении. Спрашивают, будешь ли ты реализовывать функцию загрузки пользовательских файлов? Это про BDS4. Загрузки пользовательских файлов? Да, списком. То есть скачайте. Даже фича такая есть на самом деле. Я понимаю, ты будешь реализовывать? Но пока нет таких планов. Почему? Потому что по фиче вроде как интересный, популярный. Непопулярный? Непопулярный, к сожалению, пока. То есть запросов несколько всего. Ну ладно. Но вообще мы каждую неделю составляем, Сергей уже говорил, мы делаем рейтинг фич, мы прям собираемся. Ну по этой причине пока что она не наверху, но ищите коллег, которые за нее проголосуют, тогда она быстрее всплывет. Если вам нужна фича, то вы просто пишите в техподдержку, обязательно плюсик ставим. Привет, Антон. Специально приехал задать вопросы. Вот мне нужно в облаке какой-то блок сделать. То есть, ну грубо говоря, компонент новостей в облаке с ЧПУ. Чтобы это быстро прям будет, нет? Быстро, чтобы работало или быстро забили тебе? Да, просто бросил в этот самый блок и у меня где-то подтягивались новые записи, новости или еще что-то. Это именно облако, да? Ну, потому что смысла уже в коробке это говорят нет, потому что это простой сайт с новостями. Смотри, тут два момента. Первый момент, что у нас по сути нет динамических сущностей в облаке. То есть, это могут быть только списки старые, добрые, куда ты заходишь, заполняешь. Если мне не изменяет память, там есть ограничения на бесплатных тарифах, списков нет. То есть, непонятно, как ты будешь поставлять блок именно на все порталы. То есть, этим смогут таким блоком воспользоваться уже априори только платники. Второй момент, что скорее всего такой блок ты хочешь видеть еще на обычных простых сайтах, то есть, не магазинах. Дело в том, что эти сайты на данный момент не подразумевают никакой динамики. То есть, мы не сможем добавить туда список товаров. Это наглухо кэшируется, система выплевывается чисто HTML на уровне даже нашего балансировщика. Когда ты добавишь блок, система его закэширует, эти новости всегда будут висеть, пока не зайдешь, не изменишь страницу. Но что-то думать как-то в этом управлении в любом случае будем. С Вострикой мы даже обсуждали, скорее всего, будет даваться даже какая-то система плейсментов, чтобы это мог зарегистрировать шаблон для данного списка новостей. Скорее всего, дадим какие-то даже а-ля инфоблоки в облаке. Ну, пока что на уровне идеи даже не обсуждалось с руководством, с маркетингом. И зарегистрировав, грубо говоря, определенный шаблон, ты сможешь сделать так, что новость выводится именно не сможешь влиять на ее шаблон. Например, список новостей по определенному шаблону. Ты это сможешь как-то на это менять, редактировать. Скорее всего, по принципу, как я объяснял. То есть, инлайн редактирование и прочее. Пока что это на уровне идеи, но будем думать все равно. Окей, спасибо большое, Антон. Я думаю, будем двигаться дальше. Да, у тебя все. Вопросы теперь не будут. Я не буду тебя вот там на бин-поете.